Так, Марина, как вам удобнее? Давайте, да, вот все здесь удобнее. Так, держите, пожалуйста. Классическая история. Сейчас мы пойдем уже такую. Наши реалии, да? Ну, да, прям в реалии, коллеги. Ну, простите, я не знала, что Наталья будет так вдохновляюще рассказывать. Ну, нечего, мы вот так сейчас немножечко погуляемся, хорошо. Ну, да, но я постараюсь, да, я постараюсь, насколько возможно, как бы бодро рассказать вам о том, как мы пережили прошлый год. Вот, давайте представлюсь. Так, о, значит, Петрова 5-консалтинг, нашей консалтинговой компании, 8 лет. Наш ключевой профиль – это аналитика, бизнес-планирование, финансовые модели, получение финансирования. За 8 лет мы привлекли 17 миллиардов рублей для наших клиентов банковского финансирования, поэтому соберетесь расширяться, welcome. Банки доверяют нашей аналитике, доверяют нашим прогнозам, что важно, да? Вы знаете, я когда готовилась к конференции, я, кстати, пересматривала свою предыдущую презентацию. Я могу сказать, что, знаете, вот не стыдно вам давать прогноз, потому что, ну, на 80% реализовано то, что не реализовано, ну, то, что не сбылось, сейчас расскажу, покаюсь, признаюсь, да, как бы, было, мы не ожидали, что наша финансовая система устоит, да, знаете, как это, недооценили аналитики на Биулину, да, и я в том числе, извиняюсь, да, вот. Ну, собственно говоря, молочка наш ключевой профиль, значит, также я заместитель председателя комитета АПК в Московской торгово-промышленной палате и руководитель конкурса «Московское качество» в категории «Молоко и молочная продукция». Итак, как же мы, а, слушайте, чуть не забыла называется, да, как бы у нас же драм-кружок-кружок по фото, вот, мы с коллегами еще организовали клуб маркетологов молочной отрасли, присоединяйтесь, у нас отдельное исследование конечных потребителей, 30-го, 31-го марта мы будем анонсировать наше исследование по сыру, там очень интересный раздел, чем отличаются потребители разных поколений, вот тоже присоединяйтесь, если успеете вступить, получите полное исследование. Ну, и так, собственно говоря, теперь о грустном, да, значит, понятно, что год мы прожили сложно, да, и давайте сегодня посмотрим, с какими финальными цифрами мы пришли по прошлому году, и, собственно говоря, почему, потому что рынки, которые мы сегодня будем смотреть, конечно же, они настолько пристально, скажем так, уделяют внимание государству, что, собственно говоря, и прогнозировать по ним именно поэтому было сложно, потому что мы, конечно же, не очень ожидали такого количества запретов на экспорт, которое было, да, ну и, естественно, на этот год тоже перетекло, сейчас расскажем, да. Мы сейчас в сценарии и в прогнозе на этот год и в дальнейших наших материалах мы не ожидаем роста экономики российской раньше 25-26 года. Ну, собственно говоря, то, на что я вас тоже ориентирую, да, к сожалению, это факт, но я призываю, знаете, а когда долго находишься вот в состоянии вот этого кризиса и падения, знаете, я для себя вывела такую формулу, что, вы знаете, вот как по физике, да, дано, ну дано решение, да, вот просто надо немножко стараться выйти из этого, из этой парадигмы, потому что, ну, по-другому, честно говоря, наверное, очень тяжело себя собирать, как бы нам, то, что называется, каждое утро на работу. Начну с молока, мое любимое, значит, знаете, когда готовилась я к сегодняшнему докладу, я поняла, что рынок молока можно сравнить с притчей про 7 тучных коров. Вот у нас было 7 тучных лет в молоке с 15-го года. У нас росли объемы производства, у нас даже росло поголовье, то есть при условии того, что, конечно же, у нас еще росла продуктивность. К сожалению, на ближайшее время мы не прогнозируем такого активного роста по объему производства, будет однозначно замедление. И, в общем-то, и этот год мы начали с того, что началось снижение цены на молоко сырое, соответственно, и как следствие началась определенная трансформация в отрасли. Я не могу сказать, что это первый раз мы проходим, да, как бы, мы это проходим, эту цикличность, по большому счету, раз в три года. Из этого и сей истории, что печально, что молочная отрасль, да простят меня коллеги, сильно мне напоминает бегущую по граблям отрасль. Знаете, вот как раз в три года, вот так вот, ну простите, пожалуйста. Происходит одна и та же история. Сначала идет резкий рост цен, соответственно, ну и в мире по большому счету идет, то есть мы здесь в тренде. Вот. И дальше, сейчас здесь мы просто на примере сливочного масла с вами увидим, да, вот этот вот как бы вертикальный взлет, да. И что произошло уже в начале этого года? То, что пара масла с сухой молоком, соответственно, начало пилотировать вниз. Вот. И сейчас мы столкнулись уже в марте с ситуацией, что по сухому молоку цены российских производителей ниже, чем Беларусь. Я не оговорилась. Соответственно, из хорошего мы начали переговоры и поставки в Китай, но из плохого, собственно говоря, понятно, что по сырому молоку у нас идет снижение цены. Это плохо, естественно, потому что после вот этого снижения цены нас ждет что? Правильно. Мы вырубаем поголовье. После этого что? Правильно. И еще более, больший рост цен. Ну, то есть по большому счету, знаете, как это? Вот это вот прогнозировать просто, ну, потому что мы уже это проходили, понимаете, да, как бы 30 лет, бьем на 3 года, и, в общем-то, мы там уже были много-много раз. Есть ли способы, собственно говоря, предотвращать это? Ну, есть, конечно. Есть ли способы, собственно говоря, не допускать такой проблематики? Тоже есть, конечно. Но для этого, в общем-то, здесь бизнес с государством должны все-таки работать в плотной связке. Но здесь на ближайшее время мы даже не прогнозируем такой ситуации. Почему? Потому что с 2024 года не будет компенсации капексов для ферм объемом поголовье менее 1000 голов. То есть все КФХ, по сути, останется без вот этой меры поддержки. Соответственно, мы понимаем, что в развитие они не пойдут. Соответственно, что из этого плохого, что все равно часть молока, да, как бы, сейчас я попробую вернуться на предыдущий слайд. Да, вот мы видим, да, по объемам молока, как бы, с одной стороны, небольшая доля, но с другой стороны, это же все-таки и фермерские продукты и так далее. То есть там завязано чуть больше все-таки, да, как бы. И, опять же, моя позиция, она простая и она следующая. Должны расти все. И маленькие когда-то перерастают в средние, и средние становятся крупными. Но это там, где растет экономика. По питьевому молоку продолжается рост, и он будет продолжаться. Почему? Потому что перераспределяется спрос в сторону традиционных молочных продуктов. По итогам прошлого года мы зафиксировали снижение объемов и производства и емкости рынка йогуртов. По нашим данным, почти на 15%. Но эту цифру, честно говоря, мы еще пытаемся перепроверить, да. Но, в общем-то, многие аналитики тоже сходятся именно в этой цифре. Значит, почему так произошло, да. На самом деле, по сути, несколько факторов. Первый. Это все-таки случился отток платежеспособного спроса после февраля и сентября. Значит, по нашим оценкам, Россию покинуло от 800 тысяч до 1,2 миллионов людей. Соответственно, это тот самый платежеспособный спрос, активное население, ЗОЖ, функционал и туда. И в этом же духе. Значит, в чем есть проблема? Проблема в том, что именно они были за разнообразие, и вот в категориях наступает перераспределение. В чем проблема у молочников? Потому что, ну, по сути, коллеги, вот сейчас вот в эти периоды очень внимательно смотрите на аналитику. Я вам серьезно говорю. То есть, вы знаете, если раньше это можно было примерные тренды вот смотреть, то можно столкнуться с тем, что вы там через два квартала столкнулись с тем, что рынок пошел туда, куда вы не планировали. И у вас остатки, ну, то, что, по сути, произошло и со сливочным маслом, и то, что произошло с сухим молоком. То есть, по сути, не произошла вот эта быстрая подстройка и понимание того, что этот тренд надолго. И вот понимание, куда этот спрос перетекает. То есть, здесь же, ну, понятно, что люди не перестали есть. Вопрос, что они едят. Нужно вам ассортимент менять? Не нужно его менять, да? Если нужно, то как менять, да? Ну, соответственно, вот эта работа, она должна быть достаточно, ну, точная, да? И здесь цифры вам в помощь. Ну, собственно говоря, социальная. Соли, сахар. Понятно, что рост цен на сахар государство воспринимает очень сложно, да? Соответственно, что происходило с сахаром? История долгая, длинная, да, началась она сильно до 20-го еще года, да? Когда после резкого снижения цен на сахар, соответственно, сахарники сократили пассивные площади, соответственно, цена вернулась, да? Вот. По сути, что происходит, значит, по рынку сахара? С марта того года введен запрет на экспорт. Ну, собственно говоря, сахар остался в России, цена вернулась, да? Мы прогнозируем дальнейший все-таки рост потребления сахара, но мы также понимаем, что здесь государство также будет очень жестко смотреть на цену, а это значит, мы тоже знаем, как сахарники, так и молочники. В общем, в этом смысле мы все стрелянные воробьи. Мы будем отвечать одним, да? Как бы нам нужна цена, соответственно. Мы считаем, что структура пассивов, она также будет изменена, да? По рынку соли. По рынку соли, ну, понимаем, что сахар и соль и гречка, мы про нее тоже поговорим сегодня. Это первое, что закупает наш народ. Ну, соответственно, по цене видно, как активно закупалась соль и сахар. Мы не прогнозируем все-таки дальнейший такой же ажиотажный рост спроса на соль. Остается по соли высокая доля импорта. Не разрабатываются, соответственно, месторождения по причине того, что логистика дорогая. Соответственно, вообще вот этот прирост по цене, по сути, на соли – это логистика плюс упаковка. Вообще, отдельно сегодня хотела вас спросить про упаковку. Коллеги, а подскажите, а знаете ли вы, что сейчас Минэк активно работает над запретом части пластиковой упаковки? А могли бы поднять руки, кто знает? И видел этот список. Вы только, да? Коллеги, значит, настоятельно вам рекомендую ознакомиться с этим списком. Потому что в списке запретов, которые хотят ввести Минэк, на первом месте – это пластиковые вилки, ложки, ножи и мешалки. Это вот прямо сейчас. Я, когда была на совещании, я настоятельно рекомендовала, знаете, ну так как Москва, понимаете, как бы… Я от Московской торговой промышленной палаты там выступала. Говорю, коллеги, вы хотя бы хорику спросите. А они готовы вообще на перерабатываемый пластик перейти и так далее? Коллеги, там не все. Там еще барьерные пленки. Там много всего интересного и веселого. Правда, ознакомьтесь. Я не шучу сейчас. Я серьезно говорю. Почему? Потому что вопрос вот в части готовой еды и того прироста вообще рынков и возможностей. Вот что же про рис расскажу, да? Это очень сильно завязано. Вы знаете, когда вышло совещание, я осознала такую вещь, что вот бизнес, если санкции не добили, да? И запрет на экспорт не добьет. Вот этот закон добьет точно. Вы меня простите, пожалуйста, да? Но вот если нужна, опять же, моя помощь вот в этом смысле как Московской торговой промышленной палаты, да? То есть, опять же, как бы я там есть, я там в списках на рассылку и, соответственно, на обсуждение. Давайте как-то объединяться. Потому что это реально серьезная проблема. Значит, чтобы вот все понимали, я за экологию. Более того, я обезображена еще сельскохозяйственным образованием и в том числе экологическим. Я более того, я понимаю процессы, я понимаю последствия и так далее, и так далее. Но вы знаете, вот чему меня лично учили, да? Мне учили так, что экология – это дорого. И экология у общества занимается, конечно, с экономикой все хорошо. Вот, поэтому, соответственно, правда, приглашаю к сотрудничеству, к обсуждению, да? Потому что вы можете поделиться, сколько, какие у вас потребности и так далее. Потому что вот кто слышал, что ватные палочки хотят запретить на этом? Вот, вот, вот женщины, правильно. Вот, вот. А вот я была крайне удивлена. Я серьезно говорю, то есть это список вот этот первый трех. Ну, первые три, по которым уже почти есть решение. Поэтому, так, ну что, да, как бы, пошли дальше. Подсолнечное масло. Здесь у нас выросла урожайность и прогнозируется все-таки и 23 год с хорошей урожайностью. И более того, так, не могу. Вот, производство выросло в прошлом году на 15 процентов. И экспорт подрос на 28. Смотрите, мы видим также снижение по цене. Но мы понимаем, что в связи с тем, что будет расти урожайность, мы также увидим и рост по рынку. По муке. По муке ситуация следующая. Наверное, вот, ну, то, к чему прикован сейчас весь мир в части зерновых сделок, да, здесь нужно учитывать следующую вещь. Здесь нужно учитывать, что на рынок настолько сильно будут влиять решения государственные, что здесь, ну, объективно, вот, сложно до миллиметра спрогнозировать, да, что мы увидели, да. Мы увидели, конечно же, что производители попытались выйти на экспорт. И экспорт, понятно, что там значение низки, но все-таки он вырос в три раза. Потому что, а производство подросло только на 7 процентов. Обращаю ваше внимание, что, по сути, идет снижение, да, по муке. И это означает такое, ну, и снижение цены, да. То есть рынок больше не потребляет. Мы начали смотреть хлеб-хлебобулку с точки зрения длительного хранения, соответственно, и короткого хранения, ну, именно вот в таких крупных цифрах мы увидели переток. Переток, естественно, в длительное хранение. Вот, но, по сути, там мы увидели только плюс 1 процент. И здесь вот такая интересная ситуация, что, в общем-то, как бы рынок, ну, условно, вот, в стадии стоп, да, как бы находится. То есть он, ну, двигает, то есть, условно, у нас сейчас вообще очень многие рынки, обращаю ваше внимание, да, они, по сути, будут вот как будто вот в собственном соку вариться. То есть вот какой есть спрос, вот здесь будем перераспределяться. Поэтому здесь и ювелирная такая история будет. По рису и гречке. Очень интересная ситуация с рисом. И здесь, на мой взгляд, очень существенную роль сыграла как раз и готовая еда в том числе, и кулинария. Потому что, ну, в общем-то, в домашнем потреблении мы не увидели настолько существенный рост. Здесь хорика добавила сильно. И пошел рост спроса. Мы увидели во второй половине года рост по цене. Точнее, не во второй половине, а в первой половине года рост по цене. И какая ситуация, как у нас, опять же, отреагировало государство? Государство отреагировало запретом экспорта риса до 1 июня вот текущего года. Соответственно, как только мы видим неурожай, хотя там с прошлого года были остатки, там, в общем-то, прошлый год, поэтому мы закрыли нормально, последствия, по сути, да, краснодарской ситуации, она будет в этом году. Государство перестраховалось, соответственно, опять же, ждем прогнозов по урожаю. То есть это я к тому, что, понимаете, по сути, на всех сырьевых рынках очень жесткий контроль по цене, причем очень быстрые решения. Ну вот обратите внимание с точки зрения, ну вообще, вот как это будет ситуация развиваться, да. Если говорить по гречке, да, то там ситуация, ну, по сути, как бы такая же, да, потому что после максимума в 2021 году по цене также введем запрет на экспорт, да, и в 2022 году, что произошло, были увеличены площади посевные, хорошая урожайность, соответственно, цена опять пошла вниз. Естественно, для производителя эта ситуация неблагоприятная, да. Ну, как они ответят, ну, тоже как бы можем здесь это понимать. Мясо. Понятно, что в ситуации, когда снижаются реальные доходы населения, конечно же, люди переходят на доступный белок. Мясо птицы, включая курицу, конечно, это доступный белок. И здесь, если по птицам мы можем посмотреть, что производство на 5% выросло, экспорт у нас вырос на 17%. Вот, соответственно, рынок, мы считаем, что дальше будет потихонечку расти. Но почему он будет расти? Будет перераспределение в том числе с рынка говядины, потому что мы видим, что рост резкий цен на говядину, плюс ограничения по импорту, невозможности поставок. И мы пришли к тому, что у нас сократился рынок, и в дальнейшем также потребление будет, по сути, по двум причинам сокращаться. Рынок свинины. Все производители анонсируют дальнейший рост производства. И здесь, несмотря на то, что по экспорту были сложности, он снизился на 20%. Соответственно, мы получили с вами минус по цене, ну и, соответственно, объем на рынке остался, он был, естественно, реализован. И здесь также в связи с тем, что свинина падает в цене, она становится чуть более доступной, ну, она остается более доступной, чем говядина. В любом случае здесь тоже идет перераспределение. То есть, по сути, ситуация такова, что на рынке вообще вот на ближайшее время будет влиять, с одной стороны, фактор вот этого перераспределения с точки зрения потребителя. При этом часть трендов, которые были, а с точки зрения готовой еды, с точки зрения хорики, с точки зрения так называемого зожи и потребления там кризисного, переход на более маленькие объемы, это все будет присутствовать. То есть, люди не перестанут есть. Будут ли они экономить? Да. Заканчиваю, это последняя просто фраза, да. Но внимательно смотрите на ситуацию, которая есть в производстве с импортом-экспортом, вот прям отслеживайте, особенно при условии того, что ФТС закрыла открытые данные, которые можно было получить. Смотрите на спрос и смотрите на действия государства. Вот это очень важно, потому что вы хотя бы частично можете подготовиться к этому. Ну, хотя бы немного у вас будет зазор по времени. Если, соответственно, нужно об кого-то подумать, как я говорю клиентам, обращайтесь. Многие все равно, несмотря ни на что, идут в развитии, ищут ниши, и мы им в этом помогаем. Вот. Также в продолжении того, что Наталья сказала, я бы хотела еще добавить. У вас замечательные магазины, замечательные фабрики кухни. Я настоятельно вам рекомендую развивать еще соцсети. Мы тоже этим и занимаемся. Потому что вот это все выращивает лояльность потребителей. Ну, а это, по сути, деньги. Вам спасибо. Обращайтесь, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо большое.